Привет всем, ребята, и вы попали на мой канал. В этом видео я вам покажу, как я готовлю одну из самых своих любимых пицц. Она делается очень легко и просто, и, что самое главное, её можно взять куда угодно с собой, но желательно её съесть сразу, потому что она офигенно вкусная, надолго её не хватит. Вы можете её приготовить на романтический ужин, либо же в школу, либо на работу, куда вам угодно. Короче говоря, подойдёт куда угодно реально, беспроигрышный вариант, господи, язык за блядь. Пытается. Короче, приятного просмотра. Я максимально коротко сняла это видео для того, чтобы не затягивать, вот делайте так, делайте так, делайте так, вот так положите, вот это сделайте. Просто очень коротко, ясно для тех, кто любит покороче-короче. Вот. Поэтому приятного вам просмотра. Надеюсь, что кому-то это видео будет полезным. Я человек, который очень любит упрощать себе жизнь, поэтому я покупаю заранее уже тесто. Тесто у меня для пирожков, для всякой выпечки, можете точно так же поступить, как вам угодно. Я его раскатала, у меня есть специальная такая штучка для пицц. Далее натираем с вами обычный, самый любой сыр, какой вашей душе угодно, и раскладываем по всей поверхности пиццы. После того, как вот мы разложили, наша задача далее нарезать колбасу. Колбасу вот мы нарезали. Далее нам нужно будет её разрезать именно кубиками, потому что именно кубиками вкус, ну вкуснее, так скажу, намного вкуснее. Поэтому я делаю именно таким образом. Далее мы берём сыр сулугуни. Сыр сулугуни спасёт любую пиццу. Я обожаю просто этот сыр, особенно в пиццах. Вот таким образом поступаем. Именно всю-всю-всю пиццу накрываем этим сыром. После чего этот сыр станет тянучим таким и просто офигенным. Далее берём помидорки, раскладываем помидорки. Они запекутся и будут очень-очень вкусными. Обязательно я рекомендую использовать всё-таки помидоры, но решать вам. Сыр сулугуни, кстати, можно добавить в любую вашу любимую пиццу. И я уверена, что этот сыр сделает вашу пиццу гораздо вкуснее. Раскладываем помидорки. Но я люблю это просто делать всё по красоте. Вот пока разложу, пока ещё что-то. Нам нужно будет отправить нашу пиццу на 180 градусов на 30 минут. Можно на 20, на зависимости от того. Ну, смотрите по готовности. Я обычно вот 20-30 минут. Вот такая красотулька. Далее отправляем и ждём-с. Самое главное не забыть про таймер, потому что у меня память такая вот, как у рыбки, короче говоря. Вот и всё. Вот и готова наша пицца. Она офигенно выглядит, офигенно пахнет. Просто-просто что-то. И я рекомендую действительно её всем, потому что она безумно вкусная. Её можно взять на работу, на учёбу, куда угодно. Она очень сытная, вы наедитесь просто максимально быстро. Как вы видите, вот тут мы хотели с мамой её разрезать, чтобы вам показать тянущий сыр, но мы поняли, что это будет немного трудновато сделать. Ну что, самое главное, что сыр тянется. Он вкусный, он прекрасный. Это великолепно, ребята. Я всем советую, правда. Офигенно. Ну что, самое главное, не промахнётесь. Реально готовьте, не промахнётесь. Вот сыр сулугуни, он реально, он просто сделает из любой пиццы конфетку. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кова Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok